Что такое доброта? Когда ты принимаешь человека на уровне его развития, и сразу же он становится более развитым. Принятие означает, что ты своим сознанием, сквозь твою... Доброта — это такая трубочка, которая входит в сердце, а внутренне её проходит знание. Вот если я, допустим, сейчас по-доброму к вам отношусь, означает, что я всё принимаю со всеми вашими косяками. Всё, да? Принимаю. Да. В результате, если я вас принял, то внутри моей доброты ваше сердце проходит знание. То есть вы становитесь лучше. И даже если свекровь вообще никого слышать не хочет, не имеет значения. Вы просто её приняли, и внутри вашей доброты, то есть принятие означает доброта, уже в её сердце втекает знание. Она не знает об этом, это подсознательно происходит. Таким образом, принятие — это золотая просто штука, меняющая всё вокруг. Можно реально менять свою судьбу очень легко. Понимаете? Но если человек думает, что всё в этой жизни сложно, ничего не получится, так и будет всё сложно. Если вы обладаете знанием, делаете всё и получаете результат. Но принять очень трудно. Это принятие — это сила трёх вещей. Это сила природы, сила добрых людей и сила Бога. Если ты пользуешься этими силами, то ты принимаешь. Когда что-то связано со здоровьем, больше надо силы природы. Ну, допустим, приведу пример. Я в Одессе как-то бежал, там была осень, и вдруг у меня во время бега, хотя уже давно этого не было, это было три год назад, ой, год назад. Я бегу свои 16 километров, в Одессе осень, и неожиданно, вернее, это была не осень, а февраль месяц, конец зимы, ну, там как такая слякоть, неожиданно у меня бац, и начинает замыкать спина поясницы. Просто как камень такой наливается, и такое ощущение, что сейчас замкнёт вообще, что у меня так я, вот так вот, я такой начал сильно слушать лекцию своего наставника, понял, что сейчас время вылечить поясницу, что она обострилась, начала лечиться, но очень жёстко начала лечиться, видно, там самолёты накопились, все, которые я пролетел, они же на поясницу бьют. Я, мне очень тяжело было, мне хотелось остановиться и начать хромать. Ну, я что сделал? Я просто бегу дальше, спокойствие, только спокойствие. Начал сильно слушать тех, кто молится, сильно думать о Боге. Меня такой холодный пот прошиб. Я бегу дальше и изучаю просто, как устроен этот мир. И вижу, что всё, ну, всё в этом мире зависит от расстановки сил. Я просто больше сил вложил в поясницу, потому что, почему там замкнуло? Потому что она хочет лечиться, а лечить надо много всего. И поэтому много энергии надо. Она от меня говорит, много мне энергии надо. И сразу, когда энергии не хватает на лечение, то начинает сильно позвоночник напрягаться. Ему плохо становится. Ему надо много энергии, понимаете? И он такой напряжённый-напряжённый. А я не думаю о том напряжении, потому что если буду думать, то вся моя сила уйдёт туда сразу. Мне плохо станет. Много энергии надо в позвоночнике. Я сосредоточился на Боге. Бегу, не останавливаюсь, потому что остановишься, меньше будет энергии. Нужно двигаться, чтобы энергия шла. Я бегу, не останавливаюсь. И постепенно я настроился на молитву. Постепенно меньше, меньше, меньше тяжести. Потом раз, прошла. Потом, когда пробежал, она начала побаливать несколько дней. В следующую пробежку опять в какой-то момент, на какой-то дистанции, она опять такая пошла. Но не так сильно уже, послабее. Потом несколько ещё таких циклов, и сейчас вообще как бы там ноль. То есть я бегаю, и ничего не происходит вообще. Отлично всё. Если бы я пошёл в это время к врачу, он сказал бы, да, бегался. Не надо так много бегать. У меня такое было в жизни. Я как бы много на компьютере работаю. Компьютер, он сделал так, что у меня один глаз начал сильно повышаться давление. Так сильно, что глаз начал слепнуть. То есть там начала потихоньку отслойка сетчатки. Ну потихоньку так, такие серьёзные процессы начали происходить. Я не понимал этого. Но жена заставила пойти к глазному врачу. Я пришёл. Он, слава богу, мне поставил повышенное глазное давление, поставил мне диагноз. И потом было интересное. То есть я сидел и снаблюдал за тем, как он разрушает мою судьбу. Хоть он поставил правильно диагноз. Он говорит, теперь всю жизнь надо капать капли. Но он неплохого-то ничего мне не хотел. Он просто хотел мне помочь. Говорит, всю жизнь, утром и вечером капать капли. Я говорю, а вообще глаукома лечится? Он мне поставил последнюю стадию глаукомы. Глаукома вообще лечится с помощью точного массажа, йоги, лечебных трав. Он говорит, нет. Это такой диагноз, который лечится только каплями, которые я вам сейчас пропишу. Это доктор наук медицинских. Я говорю, знаете, а я вот это, бегаю 16 километров. Он говорит, ты что, с глаукомой четвертой степени 16 километров только ходить на свежем воздухе понемножку. Я говорю, а я как бы в проруби купаюсь. Он говорит, ты что, какая прорубь? Никакой проруби, только в прохладненькой водичке чуть-чуть можно купаться и все. Я говорю, а я на голове стою во время йоги. Можно на голове? Он говорит, ну ты даешь вообще. Вот ты все, что ты делаешь, это и из-за этого и глаукома произошла. Так нельзя вообще жить, говорит, в твоем возрасте. Уже шестой десяток вообще-то идет. Ты что, подумай. Хорошо. Когда я от него вышел, у меня был выбор. Или я сохраняю в соответствии с его мышлением, потому что я не знал воли Бога. И у меня как бы Господь меня передо мной поставил. Вот слушайте, как работало мое мышление. Передо мной Господь поставил. Или на один глаз слепнешь, потому что в этом норма давления. Только в этом. Или на один глаз слепнешь и сохраняешь свой здоровый образ жизни, сохраняешь себя. Или все заканчиваешь, и все люди, которые за тобой идут, тоже все закончат, потому что ты потерпел неудачу. У них тоже потеряется вера. Я такой представил себе, что я читаю лекцию, у меня такая повязка, как бы, как у пирата, такой, ну, один глаз уже слепой. Все, я такой подумал, ну, ничего, буду с повязкой читать. Ну, так и начал смеяться, понял, что я выбираю, короче, я выбираю лекции, здоровый образ жизни, а глаз теряю. Ну, он мне так внушил, такое, понимаете, как врачи гасят людей. Даже меня чуть не загасил. То есть, дальше я начал молиться, пришел домой, начал молитву читать. И в молитве я принял ситуацию сначала, и потом я почувствовал в молитве спокойствие в сердце. Перед спокойствием, после спокойствия в сердце идет знание. Я сначала почувствовал спокойствие в сердце, а потом мне Господь в сердце сказал, я почувствовал, что есть такие способы, можно с помощью нажатия на какие-то точки сделать так, чтобы я потом дальше спокойствие, потом я почувствовал, почему Почему давление повышается? Потому что там спазмы мышц определенных происходят, которые замыкают вот этот вот канал, где жидкость, они просто его блокируют. Напряжение в мышцах. Я купил себе аппарат глазного давления и научился определять, что это напряжение возникает чисто от компьютера. Я посмотрел в компьютер, у меня глаза напряглись. А потом всех сотрудников проверил, у них то же самое у всех. Ну то есть взгляд в компьютер увеличивает глазное давление у всех людей на Земле. Поэтому нужно все равно что-то с этим делать, какую-то профилактику, если вы на компьютере работаете. Итак, я вам рассказываю, как я победил судьбу. Слушайте внимательно. Это было всего полтора года назад. Вернее, два года назад. Почти два года назад. Слушайте внимательно. Итак, я начал молитву. Бог мне дал спокойствие в сердце, а я знаю последовательность побед над судьбой. Сначала спокойствие в сердце. После спокойствия идет знание. И я начал с помощью молитвы дальше щупать, как можно вылечить глаз. То есть спокойствие есть, значит, я вылечу его. Как можно вылечить? С помощью нажатия на какие-то точки. Где точки? Я начал искать, искать, нашел, что в ухе. В медитации. Потом, в каком месте в ухе? Начал искать, искать, нашел, что вот здесь. Потом сразу туда поставил иголку. У меня глаз чуть не вылетел. Думаю, о, работает. Но только слишком сильно. Потом поставил вместо иголки, поставил, ну, это, что я поставил? А, камень, драгоценный камень поставил. Воздействие с помощью камня. Тоже сильно напряглось. Ага, значит, сильно воздействие. А какое воздействие самое такое мягкое? И я пришел к семенам. Понял, что семена – самое мягкое воздействие. Начал ставить разные семена. Смотрю, опа, действует, но все плохо. Начал в молитве медитировать, смотреть и нашел семена, которые расслабляют глаз. Потом подобрял 9 таких семян себе. Поставил 9 семян вот сюда в глаз. И у меня глазное давление сейчас держится в норме 20, а я себе сделал 18. Если захочу, сделаю еще меньше или больше. Как захочу, такое и будет. Я себе нормализовал с помощью этих семян полностью глазное давление. И сейчас бегаю я или не бегаю там. У меня все время давление в норме. То есть я сначала вылечил, как бы убрал вот эти болезни, эти спазмы. Что я сделал дальше? Я убрал эти семена, так как я уже знаю, что мой глаз я могу спасти в любой момент. И начал бежать. У меня есть аппарат маленький, глазное давление. Я пробежал 16 километров. Во время бега останавливаюсь резко. Меряю давление, давление вот такое, в норме. Встаю на голову. Во время... Мой помощник, когда я стою на голове, мерит мне давление. Вот такое вот, в норме. Когда я залазю в прорубь или в бамни, везде померил давление, везде в норме. И когда только я смотрю на компьютер, больше часа оно... Но когда семена стоят, даже я смотрю на компьютер, ничего не происходит. Понимаете? То есть я вам объяснил, как побеждать судьбу. Вы скажете, я не врач, я никаких всех вещей не знаю. Но вы зато можете в молитве найти врача себе, который знает. Понимаете? У Бога живет в сердце каждого человека. Продолжение следует...